Всем привет, с вами Даша, и сегодня на канале одно из ваших самых любимых видео, это покупки. И покупок, пока я не заболела, было чертовски много. Пока я не забыла, я оставлю ссылку на свой второй канал. Да, наконец-то я открыла второй канал на английском, и пока что я не до конца решила, но, скорее всего, здесь и там, несмотря на это видео, все остальные видео будут разные. И обязательно подпишитесь на мой второй канал, ссылочка внизу, если получится, дам еще где-нибудь ссылку на экране. Обязательно подпишитесь и следите за мной и там, и там, и нажмите на звоночек и там, и там. Я вас люблю! Как вы знаете, по всему миру, не только в Италии, везде идут сейлы по иллым ходам, и, конечно же, они не обошли стороной и меня. В Италии в этом году сейлы начались 5 января, но я поехала в Outlet раньше. Я поехала, по-моему, 3 или... или 2 или 3 января мы поехали в Outlet. И есть такой мини-секретик, что многие фирмы начинают сейлы уже числа с 20, по-моему, с 26-29 декабря. Поэтому вы можете без толкучек, без очередей, когда еще есть все размеры, купить все, что вам нравится. И я со знанием дела еду, покупаю и уже не еду на первый день скидок. Есть, конечно, фирмы, которые начинают именно в первый день скидок, но мне приходится их обходить стороной, потому что снова стоять в очередях, как в прошлом году, я не хочу. Я думаю, что вещи я разобью не по категориям, а по фирмам, поэтому поехали! Ой, первый очень большой пакет я вынесла... Вы сами видите, откуда. Это еще даже не третьего, а раньше. По-моему, это в конце декабря мы ездили, были в Fidenza Village. Мне очень нравится этот аутлет. Я внизу оставлю ссылочку и здесь наверху пущу ссылочку на видео, где я рассказывала про все мои любимые аутлеты Италии. Итак, что я купила себе вдоль Чагабада? Первое это... Угадайте, что? Я думаю, вы уже угадали. Это маленькая сумочка в их классической расцветке. Я долго ее избегала, но все-таки поняла со временем, что мне ее не хватает в гардеробе и решила приобрести, тем более, что цена на нее была, но для Дольче Габбана совершенно смешная. И это такая сумочка-кладчик через плечо леопардовый. Да, вот она во всей своей красе. Из неубиваемой кожи, то есть она как будто полита чем-то прозрачным и пупыристым сверху, поэтому, мне кажется, в нее можно стрелять, ей ничего не будет. Не знаю, видно вам вблизи или нет этот эффект, но вот по звуку, я думаю, вы должны понять, что за материал. Это, видимо, чем-то обработанная кожа таким образом. Она классной длины, как хорошая сумочка через плечо. Внутри она кожаная и небольшие тканевые вставки. Есть места для карточек, закрывающихся кармашков нет. Это модель такой сумки, обычно называется Vogue, то есть Wallet on Chain и по-русски кошелек на цепочке. Я, на самом деле, не вижу ни чека, ни ценника, поэтому... А, нет, нашла стоимость. Стоила она, изначальная цена у нее была 423 евро, первая цена от лета 275 евро, и я попала еще на 30%, вы читайте сами, что-то в районе 200 евро я за нее заплатила. Дальше у нас идут две пары обуви, тоже Dolce & Gabbana, потому что мы рассматриваем пока что этот пакетик. Я приобрела номер раз, и это у нас из-под рильки. Да, я активно готовлюсь к лету. Почему бы не готовиться к лету, когда такая красота на скидке выставлена? Это такие кружевные из-под рильки с огромным количеством камней. Я вообще... Я обычно не тот человек, кто покупает обувь с таким количеством камней, но в эти я просто влюбилась. Мне очень нравится их насыщенный такой винный цвет, на ноги они смотрятся просто сногсшибательно. Мне кажется, если надеть очень простой по цвету аутфит, как однотонное платье, либо джинсовые шорты с простой майкой или рубашкой, то они будут гвоздем аутфита, и будут сиять, переливаться и радовать глаз. Поэтому обувь тоже можно делать центром внимания, я считаю. Также и с сумкой, которую я до этого вам показывала. Если, конечно, вы наденете леопардовое платье с леопардовой сумкой, это будет полная пошлятина и безвкусица. Но если вы наденете простую майку, джинсы, леопардовый клащ через плечо и лодочки, или какие-то лаконичные кеды, то это будет вот так смотреться. Просто обо всем нужно знать меру и иметь хоть чуть-чуть чувство прекрасного и не борщить. Да, по стоимости я вам не сказала. Стоили они 645 евро. Первая скидка в аутлете 387. И еще, по-моему, на них было 40 ли процентов, 30 ли процентов. Что-то вроде этого. Не 50, но 30 или 40 на них было точно. Считайте сами. И что-то в районе... Вот помню, что-то в районе 200 евро я за них отдала. Далее, тоже Dolce & Gabbana. Это тупельки. Чем старше я становлюсь, тем меньше я ношу высокие неудобные каблуки, тем больше у меня рука тянется к более удобной обуви, потому что уже ходить и страдать сил и желания нет. Поэтому на моих полках все больше мелькают каблуки вот такой высоты. Никогда бы не поверила, что я буду их носить, а-ля Kitten Hill. И это тоже пара обуви вся в камнях. У них очень красивые золотые камни по бежевому бархату. Их можно обыграть как туфли для casual аутфита, так и туфли на выход. На выход, само собой, все разумеется. Можно надеть красивое платье или юбку с блузой, и эти туфли только подчеркнут вечерний аутфит. А schedule немножко сложнее, потому что здесь опять нельзя переборщить. И не принести как бы вечер в день, чтобы эти туфли смотрелись органично днем, нужен очень спокойный, очень лаконичный, очень минималистичный аутфит, чтобы опять же весь акцент был только на туфлях, и больше никакого борща в аутфите не было. Следующая марка, куда я заглянула, это, как вы видите, Gucci. К сожалению, Gucci не сделали полных скидок на все, то есть не было вторых скидок. Были только первые скидки аутлета, вторые скидки аутлета. Они начинали только с 5 января, а я второй раз, конечно же, не поехала. Это уже было куплено мной в Серовале. В Fidencia Village нету Gucci. И у меня там всего одна маленькая покупочка. Я купила шарф. На самом деле не ожидала, что шерстяные шарфы классические пойдут на скидку, даже на первую. Все равно приятно. Так он стоит 300, а со скидкой я купила его за 150. Сейчас я вам его покажу. Шерстяной шарф с классическими буквами. Мне не хотелось, чтобы буквы были слишком яркие. Мне хотелось, чтобы они были не то, чтобы скрытые, но не так били в глаз, потому что были шарфы. Я очень хотела черные, но на черном буквы были таким светло-серым цветом, и это так било в глаз. Я это не люблю. Мне хотелось, чтобы они на самом деле были только переливом, но таких не было, поэтому здесь такой двухтонный шарфик, но все равно они не слишком сильно. Села батарейка. Как я не люблю, когда это происходит. Так вот, я не хотела, чтобы резала глаз, а этот мне показался самым оптимальным. Он по размеру, я сейчас вам скажу, 70 на 200. Это вообще мой самый любимый размер. Да, пока не забыла на все похожие вещи, которые я найду на просторах великого и могучего интернета, я оставлю вам под видео. Поэтому, если вам что-то понравилось, если вас что-то заинтересовало, загляните в описание и посмотрите, что я для вас нашла. Следующий магазин, куда я заглянула, это в Серовале. Хочу заметить, что будет еще по этому бренду отдельный большой хоул, потому что я была не только там в Серовале, но и в Милане. Так как это все не сейловые вещи будут, кроме одной. Это будет отдельный хоул, потому что это было в другую поездку, и там совершенно другие вещи. Там я закупалась классикой. И там так много всего, что это достойно отдельного видео. Перейдем к нашим баранам снова. Парабы! Удивительно, правда? Давно хотела такие грубые тапочки. И вы просто... вы не поверите, какая на них скидка. Вы не поверите. Вот как они выглядят. Летом я буду самая модная. Это вообще были, по-моему, это была обувь с показа. Они такие крутые. А какие они удобные, об этом, я думаю, просто не стоит рассказывать. Они тут такие все из себя мягенькие, на липучке сзади. Я думаю, что в них можно мир просто пешком обойти. И у них такие красивые эти золотые пуговицы. Ну, просто умереть можно от этой красоты. Посмотреть на них вблизи. Внимание! Стоили они 595. В бутике. А я их купила за 119. И это просто фантастика. Я иногда просто обалдеваю. Я в таком приятном экстазе, когда я вижу такие скидки. Но кто из нас, девочек, не будет в приятном экстазе от таких скидок? Следующий бренд, куда я заглянула, это мой любимейший твинсет. Я обожаю там покупать платья из ветерана. В этот раз нашла только платья. Первое платье это... Я вам уже говорила в предыдущих видео про скидки, что на скидках всегда старайтесь покупать timeless pieces. Это вещи классические. Если что-то, что является классической вещью, ушло на скидку, хватайте. Потому что это бывает крайне редко. Так, например, случилось с этим платьем-рубашкой. Это на самом деле простое голубое платье-рубашка на трех пуговках. Ничего у меня сверхъестественного нету. Но как оно круто сидит, я сейчас, наверное, уже примеряю, и вы видите на экране. Оно простое, но с ним можно придумать столько разных аутфитов, что можно сбиться со счету. И мне это нравится, потому что я стараюсь сейчас... Я нахожусь в стадии трансформирования немножко своего стиля в сторону более классического, более timeless, более универсального, что ли. Мне хочется... Не знаю, я в таком состоянии, что мне хочется отойти от очень яркого стиля, от очень провокационного. Но, опять же, я сейчас говорю эти слова, а потом буду вам показывать вещи, которые говорят обратное. Я имею в виду общую картину. Мне до сих пор нравится дополнять простой аутфит какой-то очень яркой деталью. Но мне не хочется, чтобы каждый элемент на мне о чем-то кричал. Дальше еще одно casual платье, тоже из твинсета. Его можно, опять же, носить как casual. Я легко его вижу с кедами. И также из него можно сделать вечернее платье, надев, например, черные или красные лодочки к нему. Оно из достаточно плотной ткани, поэтому в нем, я думаю, очень здорово будет зимой, в том числе, как весной и осенью. Для лета, я думаю, оно будет немножко жарковато. Следующая фирма, в которую я заглянула, но заглянула это сложно назвать, потому что я именно ехала за ними и к ним. Я ехала в Серовали Аутлет, чтобы попасть в Seven for All Mankind. Ребят, у меня джинс, я не знаю, около 50 пар точно. И после того, как в прошлом году я купила в Seven for All Mankind две пары штанов, одни брюки и одни джинсы, я больше не носила ни одних. Ни одни джинсы я больше не носила, кроме них. Потому что это... Боже мой, я не думала, что такая разница бывает в джинсах, но это не сравнимо ни с одним брендом, который я носила до этого. Они настолько идеальные. У них идеальная посадка, идеальная ткань. Они утягивают где надо, поднимают попу. Они правильной длины. Мне нравится в них правильное содержание эластана. Они как моя вторая кожа. Я настолько срослась с ними, что я решила, что мне нужно выкинуть все джинсы практически и заменить их все на Seven for All Mankind. Поэтому и тут Остапа понесло, и я скупила просто все джинсы. Я хотела еще больше купить, но старалась себя остановить. В итоге я купила раз, два, три, четыре, пять, шесть пар джинсов. Если вы, как моя мама, и оттенок темно-синего и оттенок средне-синего для вас кажутся одинаковыми, то некоторые из этих джинс вам покажутся одинаковыми. Но для меня они все настолько разные. Они все правда разные. Надеюсь, что вы меня тоже поддерживаете. Я вам буду говорить размеры и название моделей. И если я найду их онлайн, потому что это все их классическая линейка, я вам дам на все ссылочки внизу. Для референса. У меня европейский 36-й в Zara, 8 UK в английской размерной сетке, например, на Asos. И в Seven for All Mankind у меня 26 и 27 поочередно. Модель джинс, которая называется Kristen. Это те самые джинсы, которые у меня были в прошлогоднем видео. Они немножко другого цвета, которые я купила в том году. Они немного более насыщенно-светло-голубого, а эти более серо-голубого. Хотя вот на камере они кажутся яркими. На самом деле они чуть-чуть более спокойного оттенка. Надеюсь, что на примерке это будет видно лучше. Это классические скини. И они садятся как вторая кожа. Да, я вспомнила, почему я взяла 26-й. 27-го не было в наличии. Но я в них так влюбилась, что я решила, что 26-й не так уж мне и туго. Потому что, если вы не знаете, в джинсовой размерной сетке полный размер вниз это был бы 25-й получается. А полразмера это 26-й. То есть я купила джинсы на полразмера меньше своего обычного. Но так как у меня в планах еще и похудеть перед летом, поэтому самое то. Следующие джинсы это Шарлиз модель в размере 27. Это флеерд буткат. То есть это джинсы клеш насыщенного красивого синего цвета. И вы видите, да, что внизу они расклешенные. Более красивого клеша я не видела ни у одной марки. Я не знаю, с чем это связано. По каким миллиметрам они это вымеряют. Но какие красивые буткат флеер джинсы у Seven From Mankind. Это просто фантастика. В них невозможно не влюбиться. Их надеваешь и понимаешь, что ничего другого ты просто не хочешь. Точно так же, как и их модель джинс Кристин, от которой я просто схожу сумма. Следующие джинсы темно-синего насыщенного цвета с рыжей просрочкой в 28 размере. Я не помню почему. Либо 27 не было, либо 28 на мне сидел лучше. Так бывает, знаете, зависит тоже от количества эластана. Много от чего зависит. И это джинсы модель Супер Скини. Но будьте уверены, что если у вас такой же размер, как у меня, то 28 на вас тоже сидит идеально. Вот как они выглядят. И они супер обтягивающие. Прям супер-пупер обтягивающие. Видите, да, что они заканчиваются очень узко. Я надеюсь, что я не поленилась. И сейчас вы видите на экране примерку всех этих джинсов. Следующие джинсы тоже Seven From Mankind. И вы мне сейчас скажете, что они одинаковые со всеми двумя предыдущими. Но это не так. Это тоже скини джинсы. Но они из очень плотной джинсы. Они не супер скини, а просто скини. И я их купила именно на зиму. Потому что они такие плотные. Мне кажется, через них ни один холод просто ко мне не заберется через джинсы под ноги. Поэтому будем тестировать и пробовать. Но по толщине ткани, которую я чувствую руками, я понимаю, что просто таких плотных джинс у меня даже и не было никогда. Поэтому если я, ну уж не так сильно замерзала в джинсах Кристен, Кирстен, Кристен, вот которые первые вам показывала, я в них ходила зимой и в Москве ходила я в них. И нормально как бы. Ну да, не жарко, но нормально. Значит, в этих будет совсем отличное тепло. Следующие джинсы, наконец-то, отличаются от всех предыдущих. И это супер скини high waist, то есть на высокой талии. И они вот такие серо-черные, гранжевые. Они будут очень круто смотреться с байкер-бутами. Они будут классно смотреться с какими-то растянутыми майками, с кожаной косухой, то есть что-то очень такое ежедневное, стильное, плюс высокая талия. Это все очень напоминает гранж, напоминает байкерский стиль. И вы знаете, что я его очень люблю. Я прям вижу их с белой майкой, с черной шляпой, с моей кожаной косухой Acne Mape. И все, я готова в любой конец мира так лететь. И я могу неделю проходить в этом аутфите и буду просто счастлива. И последние джинсы это супер скини high waist, тоже высокая талия. Они в очень светло-голубом цвете. Я такие джинсы тоже давно хотела. И теперь они у меня есть. И уже на кассе, я уже собиралась расплачиваться, я увидела на манекене парку. Обалденную парку болотного цвета. И я спрашиваю продавщице, есть ли в моем размере. Она говорит, нет, есть только М-ка, но она на тебя сядет классно. И я не хотела ее мерить, но меня практически заставили. Меня уговаривали ее померить, потому что я не верила, что М-ка мне будет невелика. А продавщица меня уверяла, что она сядет классно, потому что между С и М разница была небольшая. И я все-таки уговорилась. И когда я ее надела, мне больше говорить не нужно было ничего. Я просто надела, даже не застегивая, я сказала, беру. Потому что это как будто кто-то взял и скизы снял с моих снов. Это парка из моих снов. Она такая красивая. Она такая крутая. Она идеальная. Самая идеальная парка из всех идеальных парок еще и на подкладке. То есть она не просто тоненькая, как плащик, а она имеет небольшой подклад, что, я думаю, уже в раннюю весну в ней будет вот так вот здорово. Она точно не влезет в экран. Ой, господи, вот она. Она такая тяжелая. Единственное, что она тяжелая. Но я думаю, это не страшно. У нее даже есть капюшон, но я ее даже не примеряла с капюшоном. Я очень многое обращаю внимание на фурнитуру, на вещах. Не очень стильная такая, знаете, дорогая. Вот именно по виду и по ощущению дорогая фурнитура. В плане, мне нравится, как она дополняет аутфит. Потому что фурнитура, допустим, из того же H&M, я вижу ее издалека, и она может так задешевить даже ваши самые дорогие джинсы. А это, наоборот, будет еще вверх поднимать аутфит. Вот как она выглядит. У нее два больших кармана. Она на кулиске, на тесемке, на талии. Кстати, кому понравился мой легкий светящийся макияж, он будет в следующем видео. Так что ждите. И я думаю, что пора заканчивать наш с вами сейл-хоул, потому что у меня еще есть куча чего вам показать, честное слово. У меня еще, я думаю, видео на пять покупок, но я решила их разделить, чтобы вас не сильно утомлять долгими видео и немножко растянуть удовольствие. Я надеюсь, что вам все понравилось. Напишите мне обязательно, что вам из моих покупок понравилось больше всего. Мне безумно интересно. И расскажите, если кто-то носит или никогда не носил джинсы 7 for all mankind. Боже мой, если вы никогда не покупали, обязательно попробуйте, купите. Точно знаю, что на Shopbop они есть. Я внизу в любом случае оставлю ссылки, где я вам их найду, где их можно приобрести. Обязательно попробуйте. Ну, не понравится, отправите назад, но попробуйте обязательно. Это лучшие джинсы в моей жизни. Не знаю, я, наверное, даже сумку Chanel не могу достаточно вам посоветовать, как я могу посоветовать эти джинсы. Я не вылазила из них год. Они идеальные. Идеальные. Все, я заканчиваю. Не забудьте, как всегда, поставить лайк и подписаться на канал и нажать там рядышком на звоночек, чтобы не пропустить новые видео, если вы не нажмете на звоночек. Оповещения о новых видео вам приходить, к сожалению, не будут. Я всех люблю, целую. Пока-пока. С вами была Даша.